Погода, непредсказуемая и капризная барышня, в истории воздухоплавания только она вносит свои ограничения в полеты. Для тех, кто в небе, земная пандемия ничто в сравнении с атмосферными фронтами. Вот и на этот раз утренний полет четверга был отменен. Неблагоприятные погодные условия. Но уже к вечеру все поменялось и полет состоялся в районе Коростова-Заокского. Утром в пятницу шары также можно было видеть в небе. Очередная живописная посадка на скошенных лугах. Как свечки стоят шары, как рулоны скатана сена в ожидании жующих ртов коров. Молоко, которых мы будем пить вместе с блинами. Всем небо России над головой. Николай Галкин, один из сторожилов фестиваля. Он участник фиесты. Никогда не соревнуется в спорте, но не пропускает праздник с 2007 года. В этом году он приехал в 14-й раз. И что вас каждый раз сюда приводит? Город очень красивый. Я сюда с семьей и с ребенком приезжаю отдыхать. Потом очень хорошее мероприятие. Мне очень нравится, как организовано. Наверное, лучшее. То, что у нас есть в России. Мне, например, здесь очень-очень-очень нравится. Потом очень красивый бестаряльный, очень красивый полет, который мне очень нравится здесь летать. И в спорте каждый раз участвую? Я в спорте не участвую. Просто летаете? Я просто приезжаю сюда летать. Может быть, расскажете о каких-то запоминающихся случаях в вашей поплавательной карьере? Я вот помню, с прошлых лет, как вы рассказывали о том, что космос летали в стратосферу. Не в стратосферу. Всего-навсего на 9 километров 10 метров. Это не стратосфера. Это граница тропосферы. Это стратосфера чуть выше начинается. И как там? Холодно. Хлеб Борисович, а у вас какой рекорд в высоте? Я, к сожалению, на высоту никогда не ходил. Первый раз я только сделал полет на дальность. Это было в 2002 году, когда Тюктяев сказал, что надо нам организовать первый массовый полет на дальность. Я прилетел за 6 часов с копейками. Еще один постоянный участник соревнований – мастер спорта по воздухоплаванию Иван Миняйло. Этот человек 4 года назад вместе с Федором Конюховым поставил мировой рекорд по длительности полета на аэростате. За 55 часов 15 минут экипаж преодолел более тысячи километров. Иван – один из претендентов на победу в Кубке России. Своеобразный рекорд можно приписать и этому экипажу. Здесь пилотом аэростата, участником Кубка России выступает женщина – многодетная мама Диана Насонова. Я в воздухоплавании с 2004 года, но я не сразу стал пилотом. Я начинал как спортивный наблюдатель. Это такой вид судей, которые сейчас заменили GPS-трекеры. Небо России вообще на самом деле очень хорошее. У меня с ней связана история. Я приехала первый раз, когда у меня младь старшему ребенку. Было, наверное, вот как сейчас в Доминике. Где-то года полтора. И практически сразу заняла какое-то хорошее место. Мы вот как начали ездить с младшим ребенком с такого возраста, так и теперь ездим уже со всеми остальными. Как-то у нас так это сложилось исторически, что мы ездим всегда всей семьей. Дети растут в полях. Тем временем впереди выходные и завершение фестиваля. И мы непременно увидим еще немало захватывающих моментов в небе над Рязани.